Первое, спасибо за победу. Какие эмоции, когда вернулись в колонну в Протенциал-центре? Спасибо за победу. Какие эмоции ты испытываешь после того, как вернулся в колонку победителей? Спасибо большое за победу. Очень рад вернуться. Хотелось, конечно, позрелищней. Но, как говорится, главный результат. Отталкиваясь от того, что ты сказал, какой был план вообще на бой? Ты знал, да, когда готовился к бою, что у него очень декорированная карьера, как у кикбоксера? Значит, ты хотел, наверное, больше рестлинга показать или больше борьбы показать в этом бою? Ты хотел показать, что ты готов все 15 минут бороться или какой был план? Да, в большинстве моей карьеры бои заканчивались не доходя до трех раундов. И этот оппонент очень, как говорится, сильные ударки, базовый кикбоксер. И, да, у нас был план побороться. Я думаю, что у меня получилось. Ну, и зрители порадовало, я думаю, своими проходами. Да, большинство моих борьбов в моей карьере не последовали три раунда. Они закончились раньше. Конечно, мы знали, что он очень декорированный кикбоксер. Мы знали, что его базовый кикбоксер был кикбоксинг. Идея была, чтобы бороться как можно. И я думаю, что это был новый взгляд для фанатов, чтобы увидеть, что я могу бороться. Если я помню правильно, это был первый раунд. И ты как-то стоял на него, как-то кикбоксер, смотрел на него. А ты думаешь, что если бы ты поднялся немного, ты бы его закончил, потому что он пока не был там еще? Я думаю, что это был первый раунд. Я думаю, что это было. Потому что он не был полностью в себе. Да, да, очень хорошо попал. Я сразу не сориентировался. Как я только услышал своих секундантов, что отойди, пусть он встанет. Я сразу же отошел от него. Надо было чуть-чуть раньше, на самом деле, отойти. Да, да, я знал, что я лендил очень хорошую кикбоксер. И я не реально не понимал его сразу, но я слышал мой коронер. Мой коронер сказал, «Сверхуйся!» И если я сделал это раньше, то я думаю, что я смогу закончить. Что ты хочешь дальше? Потому что международная дивизия очень активна. Они не имеют титльный файт, но есть много международных событий, которые происходят и появляются. А ты ждешь, чтобы посмотреть, что происходит с дивизией? Или есть другие номеры, которые тебе бы хотел сделать, чтобы в этом топ-15? Нет, я хочу быть более активным. Если даст Бог, как говорится, провести еще два боя. Я думаю, к сентябрю я буду готов. Хотелось бы попробовать опять, как говорится, получить шанс подраться за топ-15. Да, я хочу быть активным. Если возможно, если Бог будет, как говорят, я бы хотела бороться два раза в этом году. Я думаю, что я буду готовить в сентябре. И если это возможно, если промоция позволяет, я бы хотела получить кого-то в топ-15. Есть какие-то имя, или кто-то в топ-15? Любой. 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 И последняя вопроса для меня. Это первая карта с новыми футболами. Я curious, что ты делал от них? У тебя есть какие-то предложения? Или ты думал, что они были хорошими, в сравнении с старыми? Нет, футболы супер. Они даже сложнее. И это очень круто для парняных игроков. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Продолжение следует...